Пятое. Короче, после концерта мы зашли в галерею Умберто. И здесь очень красиво. Я была в том году, половину было уже завешено в реконструкции. Сейчас немного площадь открыта, я хочу вам немного показать. Это называется Римская площадь Пятое. Это очень близко после королевского дворца, о котором я вам рассказывала. Давайте смотреть. Галерея Умберто получила свое название в честь Умберто II короля Италии. Она была возведена в период архитектурного оздоровления. Она была связана с повторяющимися эпидемиями холеры, которые уносили множество жизней. Именно тогда было принято решение снести несколько неблагоустроенных и перенеселенных кварталов в Неаполе. Место, на котором сегодня вознашается Умберто I, окончательно было расчищено от построек уже в 1887 году. А через три года, в 1890 году, состоялось открытие галереи. Планировал и разработал это сооружение в неоклассическом стиле архитектор Эммануэлло Рокко. Галерея Умберто – здание в форме восьмиугольного креста, украшенное ортогональными крыльями большой длины. Горлое здание – помпезный фасад с высоким порталом из четырех колонн и внушительной колоннадой. На колоннах справа расположены великолепные скульптуры, представляющиеся времена года и фигуры, которые олицетворяют мастерство, торговлю и богатство. А слева – статуи, представляющие континенты. Вверх фасада облагораживает скульптуры Пара, Телеграфа и Изобилия. Сейчас я стою в центре звезды. Навруг меня знаки зодиака, так что каждый может быть здесь. И кто-то копируется своим знаком зодиака, как много кто делает в первой жизни. Внешний вид пассажа в Неаполе напоминает лучшие произведения греческой архитектуры. Даже несмотря на то, что для дизайна был выбран не классический стиль, архитектура здания во многом повторяет галерею Виктора Эммануэла II. В Милане, которая была построена в честь отца Умберто. Внутри галереи Умберто настолько большая, что состоит из двух укрытых улиц, которые пересекаются под прямым углом. Высокий стеклянный потолок купол над улицами придает галереи захватывающий вид. Пол декорирован мозаиком в виде фигур знаков зодиака. Сегодня здесь находятся дорогие магазины, рестораны и бутики. Ребята, вот я и на пьяцах Побещита. Сейчас я зайду вот в эту церковь и увидим, что там внутри. Я там никогда не была за эти годы, которые я была в Италии. Мне интересно посмотреть эту знаменитую церковь. Неоклассическое базилика во имя Святого Франциска Паоланского формирует западную сторону просторной Пятой Дель Плебещита и украшена крыльями мощной дорической колоннады. Замесл площади принадлежал ставленнику Бонапарта, неаполитанскому королю Иоахиму Мюрату, решившему в начале XIX века создать свой истинным наполеоновским размахом форум Мюрата. Однако, по иронии судьбы, завершена была площадь базиликой Сан-Франческо де Пауло, поставленной Фердинандом I Бурбоном, благодарна с небесам за избавление королевства от узурпатора французам. Реставрация Бурбонов была закреплена Казаландским договором и расстрелом Мюрата осенью того же года. Таким образом, этот великолепный ансамбль появился благодаря воле двух исторических деятелей, противостоящих друг другу. От пятца плебещита мы спустились вниз, к набережной Неаполя, которая называется Лунгомары. Неаполь – самый итальянский город на всем побережье Тиренского моря. Шумный и солнечный, многоликий и темпераментный – именно здесь придумали пиццу и мандолину, а набережная Неаполя, как и много лет назад, лучшее место для прогулок под южным солнцем, с видом на Везувий, скрытой морской тынкой, а иногда в хорошую погоду можно увидеть остров Капли. Волны облизывает большие валуны и покачивает белые яхты. Эта длинная набережная заслуживает свои пару часов для неспешной прогулки. Неаполь – непредсказуемый город. Одни люди могут влюбиться в его романтику и колорит, другим этот город может и не понравиться. Но в любом случае, Неаполь никогда не оставит равнодушным. Его надо увидеть, чтобы это понять. Здесь находятся самые дорогие отели и рестораны во всем Неаполе. Здесь соседствует роскошь и бедность, величественность старинных памятников и низость ментезонтурных празд на них написанных, красота природы и горы мусора, развиваемого ветром по всем улицам. Но все же в воздухе обитает мифическое волшебство. Интересная легенда возникновения нового города, что в переводе с древнегреческого означает Неаполь, мифическая сирена. Перфенопа пыталась погубить чарующие песни Одиссея и его команду. Но ее старания влюбить в себя героя не увенчались успехом. Корабль Одиссея проплыл мимо. В отчаянии сирена бросилась в морскую пучину и утонула, а на берегу, куда ее вынесло море, рядом с могилой, в восьмом веке до нашей эры, был основан греками город Перфенопея. Это старое название Неаполя, до сих пор часто неаполитанцев называют перфенопейцами. Длинная набережная приводит к знаменитому фонтану Гигант. Разработали этот фонтан скульпторы Микеланджело, Микеррини и Петро Бернини. Он состоит из трех полукруглых арок, поддерживаемых четырьмя колоннами. Внутри боковых арок установлены статуи речных божеств. Под двум сторонам каритиады. Внутри центральной арки два морских животных, держит чашу изобилия. Вершина увенчана обелисками, амфорами, гербами города, вице-короля и самого короля. Ну что, мы сейчас, мы пришли за мулою яйца. Почему-то оно так называется. Я посмотрю, вам расскажу, почему оно так называется. А сейчас давайте увидим, как здесь красиво. Оно находится прямо на берегу моря. Очень красиво. Ребята, это закрыто. Ну, вообще, короче. Ребята, вы можете сделать видео, дай. Сегодня... Ну, я не думаю, что. Сегодня все закрыто, и почему-то нам не побежали, но у нас хороший день. Мы прогулялись. Прекрасная погода. И, как сказать, лишний раз не помешает просто посмотреть, какой интересный нахуй. Я вас целую. Обнимаю. Ставьте пальчик вверх. И поддерживайте мой канал, если можете. А я с вами прощаюсь до следующего рака. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok